Олимпиада навсегда. Теперь болельщики смогут наблюдать за соревнованиями олимпийских чемпионов круглые сутки. Международный олимпийский комитет запускает свой телеканал. Он начнет вещание 21 августа после Олимпиады в Рио-де-Жаней. Разрители увидят соревнования атлетов и истории, связанные с Олимпийскими играми. Основная задача канала – вдохновлять новое поколение спортсменов и болельщиков. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Пах. Просмотр канала будет доступен на официальном сайте и с помощью мобильных приложений. Ну а между тем, первая в истории олимпийская команда беженцев готова отправиться в Рио-де-Жаней. Всего в ее составе 22 участника, 10 из них – спортсмены. В команде пятеро спортсменов из Южного Судана, двое из Демократической Республики Конго, двое из Сирии и один из Эфиопии. Суданцы готовятся к Олимпиаде в Кении. Они были вынуждены покинуть свою родину из-за гражданской войны. У многих спортсменов семьи остаются в Южном Судане или в лагерях беженцев. Атлеты надеются, что их участие в Олимпиаде поможет воссоединиться с семьями и даст надежду всем беженцам. Выступят спортсмены под олимпийским флагом и гимном. Мы дорогие собратья-беженцы. Я могу сказать, что это все лишь название. Вы можете изменить этот статус, чтобы быть самыми лучшими. Большинство из нас теряет надежду в жизни. Когда вы называете кого-то беженцем, ему стыдно. Некоторые из нас лишены элементарных условий жизни. Например, не могут пойти в школу, как другие люди. Большинство остаются в лагерях. Как их представитель, я призываю не терять надежду. У вас есть шанс изменить вашу жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!